Всем привет! Недавно я заказал ноутбук с алиэкспресса за 22 тысячи рублей, который выглядит очень необычно. И тут вопрос, геймерский или не геймерский? Конечно же, с такие деньги никаким геймерским он не будет, но я предвижу ваши комментарии по типу Ой, наебал, 120 фпс нету! Ебать ты, капитан очевидность, адмирал ясен хуй! Я тебе советую досмотреть видос до конца, потому что это очень интересная машинка, тем более за такие деньги. И ты удивишься, на что сейчас способны наши друзья-китайцы. Ну а также в конце видоса будет один очень необычный поворот событий, и в общем с этим ноутбуком кое-что случится. А что? Узнаешь в конце. Но пока хочу сказать, что я не являюсь гуру техноблогинга, и я тем более впервые делаю обзор на какой-то такой серьезный аппарат, и обзор будет максимально субъективный. Поэтому шарящие челики в матчасти, как разогнать процессор, там чистота оперативка и все такое, я не жду вас в комментариях под этим видосом, потому что я не претендую на гуру техноблогинга, это субъективный, блять, обзор. А ежи! И мне интересно посмотреть на ноутбук именно со стороны его необычности, и то, насколько он хорош за свои деньги. А поверьте, результаты меня очень удивили. И давайте не будем попросту пиздеть, и перейдем к основному обзору. Это переход, короче. И фист как топ! Ноутбук дошел до моего поселка ровно за месяц с доставкой Gnet, что является не особо быстрым, и другие посылки идут ко мне немножко быстрее. Когда я заказывал ноутбук за 25 тысяч рублей плюс кэшбэк, то есть за 24 тысячи рублей, на странице заказа был абсолютно другой ноутбук, то есть тот, который у меня в обзоре с геймерским дизайном, а сейчас тут тот же самый ноутбук с теми же самыми характеристиками, но в совершенно другом корпусе, некрасивом. Как я потом узнал, в Китае, видимо, есть какой-то завод, который производит эти геймерские корпусы, и разные производители крепят туда свои логотипы. И у меня ноутбук от производителя Zeo Slap. В то же время, под последним видосом, когда я заспорил этот обзор, многие люди писали, что это ноутбук Tebao, ссылаясь на обзор какого-то другого человека. Но опять же повторюсь, как потом узналось, просто разные производители берут корпусы от какого-то завода и крепят туда свои логотипы. И если сейчас перейти по ссылке ноутбука, который заказывал именно я, то есть на страницу заказа, то увидим, что здесь уже абсолютно другой ноутбук. Что говорит о том, что у моего китайца закончили все эти корпуса. И заказать именно с той страницы, где заказывал я, вы уже не сможете, но в описании я все ссылки оставлю, вы сможете разобраться и найти то, что вам нужно. Все эти ноутбуки идут с SSD-шником внутри, и стоимость ноутбука зависит от того, насколько большой объем этого SSD-шника. У меня модель на 256 гигабайт, и вышло мне это в 24 тысячи рублей с кэшбэком. Когда я сделал в своей группе опрос, результаты голосования меня не удивили. Все люди думают, что он стоит 60-80 тысяч рублей. Ну, результаты вы видите сами. Получается, что не один я считаю, что он выглядит намного дороже, чем он стоит. И это однозначно огроменный плюс этого ноутбука. Но, конечно, покупать только за дизайн ноутбук никто не будет, и нужно посмотреть, что у него по начинке за такую цену. Но для начала, а анбоксинг? Ноутбук был упакован максимально просто, но максимально практично. Картон плюс картон, и помяться при доставке никому уж точно не должно. Внутри сам ноутбук, который упакован в что-то типа пупырки, только на максималках. Отложим его в сторонку, и посмотрим, что у нас идет еще в комплекте. Зарядное устройство на 12 вольт, 1 ампер, с переходником на европейские вилки. А также наклейки на вашу клавиатуру. Но это нахуй не нужно, потому что здесь есть силиконовая накладка, если у вас есть проблемы с набором текста на английском языке. Ибо сама клавиатура поставляется без кириллицы. Но давайте вместо того, чтобы говорить о ней, будем смотреть на нее, и распаковываем сам ноутбук. Первые мои эмоции и мысли были такими, что ноутбук не ощущается на свои 22 тысячи рублей. Он выглядит и ощущается дороже, намного дороже. Еще не открыв ноутбук, я обратил внимание на крышку. Она не имеет логотипов и всяких там узорчиков, и это огроменный плюс. Большинство производителей этими грешат, и это опять же первый субъективный момент. Мне не нравится, когда производитель тычет ебалом своим логотипом. Здесь, на самом корпусе, этого нету, но есть внутри. И открываю ноутбук, ты видишь эту красоту. И это то, из-за чего ты, скорее всего, открыл этот видос. И именно здесь, а не на корпусе надписи Zeus Lab, как раз-таки подчеркивает пиздатость этого ноутбука. Здесь она смотрится к месту и выглядит очень хорошо. И вы, наверное, спросите, почему я так много времени этому уделяю. Разве так важно, где логотип расположен? Да, важно. Я просто не переношу брендовые шмотки, и тем более, когда у этого бренда бренд находится на видном месте. И тем более, людей, которые всю эту хуйню носят. Посчитайте мне долбоебом, но я не переношу показушничество. А дизайн этого ноутбука, скажем так, идеален для меня. Собственно, именно по этой причине я его и заказал, поэтому я здесь ни капли не лукавлю. Тем более, даже если отмести мои субъективные предпочтения в дизайне, то в этом мире просто не существует ноутбука за такие деньги, которые выглядят лучше. А если существуют, то попрошу скинуть в комментариях. И то, из-за чего я брал этот ноутбук, то есть из-за дизайна меня полностью удовлетворило. И если бы в нем была получше начинка, и если бы я брал ноутбук для других целей, то я бы взял именно его. А пока давайте посмотрим, что внутри этого красавца. Разбирается, кстати, он очень странно. Пришлось откручивать две задние ножки, потому что под ними находятся болтики. Неприятно было то, что пришлось потом это все заклеивать. Первым делом, когда я открыл ноутбук, я обратил внимание на то, что у нас есть место для установки жесткого диска. Потому что, как помните, у нас модель на 256 гигабайт SSD-шника на M.2 слоте. И если есть такая необходимость, в этот ноутбук можно всегда дополнительно засунуть один жесткий диск. Далее я решил проверить ноутбук на наличие ржавчины, потому что, как ссылались опять же люди на обзор какого-то блогера, который делал обзор на ноутбук ты бал, в таком же корпусе у него там было дохуеще ржавчины. У меня не то чтобы ржавчина, но какое-то пятнышко и разводы на медной трубке и пластине присутствуют, что, конечно же, неприятно, но не так критично, если сравнивать с тем блогером, то прям небо и земля. И вообще в целом могу сказать, что качество сборки у этого ноутбука лучше, чем у того. Это для тех людей, которые будут выбирать между двух зол. Потому что тут тоже есть свои подводные камни, например, отсутствующий болт на материнской плате. И это, кстати, я заметил только сейчас, когда озвучиваю этот видос. Когда я смотрел своим невооруженным глазом, я этого не видел. А потом еще удивлялся, почему она у меня шатается. В общем, качество сборки может желать лучшего, но поверьте, это даже неплохо. Потому что я смотрел обзоры на кучу ноутбуков дешевых с Алиэкспресса и там все еще хуже. А так я заметил только два косяка, это болтик и развод. И поэтому сборка удовлетворительная, все эти проблемы можно исправить. А теперь давайте пробежимся по характеристикам. Как я уже и сказал, SSD-шник у нас на 256 гигабайт, подключенный через M.2 слот. И его тесты вы можете увидеть на своих экранах, но выводы делайте сами. Оперативная память у нас DDR3 на 6 гигабайт. Конечно же, хотелось бы видеть 8 гигабайт, но имеем, что имеем. Процессор Intel Celeron G3455 с тактовой частотой 1,5 гигагерца с бустом до 2,3. По поводу видеокарты, ее здесь нет. Вместо нее интегрированный видеочип Intel HD Graphics 500. Как я и сказал в начале видео, я не особо силен в технической стороне вопроса. И дабы не ударить в грязь лицом, я, пожалуй, оставлю комментарии по поводу начинки этого ноутбука. Конечно, разбираться во всех нюансах это интересно, но мне важнее реальные тесты, чем голые цифры, надеюсь, как и вам. Поэтому, если найдутся умники, которые захотят пояснить за матчасть, то, пожалуйста, в комментарии. И перед тем, как мы закроем крышку, хочу сказать, что здесь батарейка на 8000 мАч поделена на 2, каждая по 4000. Очень интересно. Быстренько пробежимся по портам. Порт для зарядки, USB Type-C, mini HDMI, USB 3.0. На следующей стороне у нас разъем для интернета, AUX разъем, опять же USB 3.0 и для SD карточки. Неплохой фарш, но хотелось бы видеть еще один USB-шник 2.0, потому что есть такие девайсы, которые не поддерживают 3.0 разъем, и это печально. Ну а теперь давайте перейдем к самому главному минусу этого ноутбука, это его тачпад. Пусть он и выглядит очень красиво, но он полное говнище. Чтоб вы понимали, рабочая область это только 70% с верхней части тачпада, снизу находятся кнопочки. При этом физически их не существует, и тебе нужно гадать, где заканчивается тачпад и начинаются кнопочки. При этом они еще и нажимаются очень и очень плохо и туго. И ты сейчас, наверное, подумал, что вот это визуальное решение в виде треугольника это кнопки. Нет, нихуя. При этом сам ноутбук, его отзывчивость на тачпадах, ну полное говнище. Возможно, это нормально и характерно для всех ноутбуков такого ценового сегмента, но я такого говна никогда не видел. И это, наверное, главный, единственный минус этого ноутбука, это его тачпад. Пользоваться без мышки им просто невозможно. Но хватит о грустном, давайте перейдем к позитивным моментам. Экран, он просто охуенный. Во-первых, это IPS-матрица, что обеспечивает вам опиздухуеннейшие углы обзора. Во-вторых, это в лужде разрешение экрана, обычно в ноутбуках за такую цену у нас ставится что-то поменьше. Ну и в-третьих, это его рамки, вот что бы вы ни говорили, но они играют ключевую роль в впечатлениях от ноутбука. Опять же, повторюсь, ноутбук я брал из-за дизайна, и мне очень важно было, чтобы рамочки были именно такими, потому что они отлично подчеркивают внутренний дизайн этого ноута. Ааа, какая-то пиздато! Основной монитор, второй монитор, третий монитор и ноутбук, все под одним аккаунтом. Охуенно. И как вы уже поняли, главное достоинство этого ноутбука, это его дизайн, но это все обвертка, давайте посмотрим, что у этого ноутбука в душе. При серфинге в интернете абсолютно никаких лагов и тормозов нету, а когда я открыл видос 4К на ютубе, я немножечко охуел, я думал будет все лагать, но нет, ни одного лага. Немножечко охуев от происходящего, я решил скачать Minecraft Windows 10 Edition, а она жрет ресурсы вашего ПК больше, чем Java версия, и здесь тоже все отлично. Ну и почувствовав всю мощь этого ноутбука, я решил скачать Overwatch, да, я уже слышу ваши крики, это очень тупо было, но вот что из этого получилось. В принципе, ожидаемое для ноутбука за 22 тысячи, давайте подводить итоги. Заказывая его, я на самом деле ожидал увидеть более низкую производительность, но то, для каких целей он покупался, а именно для серфинга в интернете, он подходит в самый раз. Ноутбук самый красивый за свои деньги, и он точно выглядит дороже, чем он стоит, и даже опрос в группе говорит об этом. Понравился экран, очень хорошая цветопередача, отличные углы обзора и при этом тоненькие рамки, но вообще не понравился тачпад, это просто хапфу. У ноутбука неплохая сборка, если сравнить с такими же бюджетниками из Китая. SSD накопитель, винта загружается за секунды, а программа открывается молниеносно. Не понравилась клавиатура, печатать на ней неприятно, но так как есть уже на механике, да и в принципе такая клавиатура на всех ноутбуках за такую цену, в принципе я не буду относиться к минусу, потому что это у всех таких ноутбуках. И заключительно, ноутбук по соотношению цена-качество достоинств их денег уж точно. Тем более, когда смотришь на альтернативу за эти деньги в наших магазинах, то вообще смешно становится. Стоит ли его покупать? Да, за такие деньги он очень хороший, единственное, что тебя может оттолкнуть, это тачпад, и в 99% случаях ты будешь доволен своей покупкой. А если тебе так же, как и мне, нужен ноутбук для серфинга в интернете, и тебе очень важен дизайн, то 100% тебе понравится этот ноут. И ты, наверное, сейчас спросишь, зачем Фиспектр ноутбук для серфинга, и почему ему так важен дизайн? Сейчас я попытаюсь тебе рассказать кое-что. Прямо сейчас я занимаюсь своим ютуб-каналом, дело, которое мне нравится и приносит при этом деньги. Вас уже почти 300 тысяч человек, и на самом деле это не только моя заслуга, а еще, как бы это странно ни звучало, моей мамы. Дело в том, что я родился не в богатой семье, и покупка ноутбука сильно ударяла по кошельку. Но несмотря на это, мама все равно влезала из ситуации и делала мне подарки, и как-то раз я под елкой нашел ноутбук, если что, это было детство. Тогда я прекрасно понимал, как тяжело ей это дается, и дал себе обещание, что когда-нибудь я буду ей дарить подарки, а не она мне. И уже как полгода моя мама не знает такого слова, как кредиты, а сейчас я могу подарить ей этот ноутбук. И вы не подумайте, могу-то я подарить ноутбук и лучше, но ей это просто не нужно. Ноутбук нужен ей, чтобы пошариться на Алике, она это очень любит, хоть и немного чего заказывает, посмотреть на ютубчике какие-то видосики, пошариться в ВК, послушать музыку, посмотреть фильмы и так далее. О никаких серьезных задачах речи не идет, именно поэтому я решил не переплачивать, а подарить ей лучше кое-что еще. Помимо этого ноутбука, который очень неплохой за свои деньги, я также заказал еще и Redmi 7, тоже, как вы знаете, самый лучший телефон по соотношению цена-качества в данный момент. Но так как встроенные динамики на ноутбуке не очень, я поэтому купил еще колонечку JBL. И не подумайте сейчас, я ни капельки не хочу повыебываться. Во-первых, я хочу донести хоть до кого-то, что нужно ценить своих близких, тем более, если они этого заслуживают. А также я хочу поставить сам для себя некую галочку, что я выполнил цель и сдержал обещание, которое я дал себе в детстве. И да, за мной были некие зашквары и букмекерским конторам привет, но я не чувствую никакой вины, я считаю, что сделал все правильно. Мне намного важнее счастье близкого для меня человека, чем мнение пару сотен человек, которые поставили дизлайк. Советую вам тоже правильно расставлять приоритеты, а также ценить своих близких. И это, наверное, очень странно, открывать видосик с обзором на ноутбук и слышать в конце подобное. Но я надеюсь, хоть до кого-то, хоть что-то дошло этими мыслями. Ну и напоследок, немножко эксклюзивчика. Этот угол, это то, где я начинал свою ютуб-деятельность, где я делал первые видосы. Весь угол обклеен в агустическом поролоне, мама его даже не стала снимать, как память о том, что я когда-то с ней жил. Раньше здесь был мой игровой стол, а теперь тут женский уголок. Прям ностальгия пропирает. А это моя кошка, которая зовут Сонька. И она намекает на то, что нам пора прощаться, потому что видосик подходит к концу. Спасибо большое за просмотр, цените своих близких и пока! Субтитры сделал DimaTorzok